Дамы и господа, добрый вечер. Мы рады приветствовать всех гостей и участников на нашей встрече в Клубе Истории Отечества. Сегодня в рамках клуба мы представляем вашему вниманию издательский проект под названием «Публикация воспоминаний известного русского политика и мемуариста Василия Витальевича Шульгина. Трилогия 1919, 1920, 1921 год, написанная им совместно с женой Марии Дмитриевны Шульгиной и соратниками. Текст мемуара восстановлен на основе авторских рукописей и эмигрантских изданий. В полном объеме публикуются действительно впервые. И я с удовольствием представляю пока одного нашего гостя, но второй гость также, я думаю, присоединится к нам уже в процессе беседы. Александр Витальевич Репников, доктор исторических наук, заместитель начальника отдела Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории. Ваши аплодисменты. Давайте поаплодируем Александру Витальевичу и ему начинать. Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Очень рад здесь видеть так много людей. Очень рад видеть много молодых лиц, красивых девушек. Очень рад, что вы сюда пришли. Хотя, видите, после ремонта не так просто было найти. Но кто ищет, тот найдет. И действительно, не случайно я здесь употребил вот это выражение. Всю свою жизнь Василий Витальевич Шульгин искал. Ошибался, искал заново. И искал он так, ни много, ни мало, о 98 с лишним лет жизни. Он родился при Александре II, а ушел из жизни при Леониде Ильиче Брежневе на 99-м году жизни. Светлой абсолютно памяти, в здравом уме. Человеком, который, конечно, физически был очень слаб, но вместе с тем совершенно хорошо помнил, беседовал, общался. Причем общался с людьми, которые даже незадолго до смерти удивлялись ясности его воспоминаний, трезвости его мысли. Конечно, это сам по себе факт совершенно удивительный. Если кто-нибудь из нас доживет до 98 лет, может быть, тоже вспомнит эту презентацию. Поскольку Шульгин – это действительно некая ниточка, это некое связующее звено между самыми разными эпохами. Представьте, когда человек появляется на свет в 1878 году, это совершенно одна Россия. Когда он уходит из жизни в 1976 году, то есть вот я уже родился, да, еще он был жив, представьте, и в 76 году, когда он ушел из жизни, это была совершенно другая советская страна, где он испытывал и трудности, и сложности, он сидел, об этом я тоже сегодня немножечко расскажу, он был разлучен с женой, потом с ней воссоединился, он находился под контролем комитета государственной безопасности, он общался с диссидентами, с художником Глазуновым, он снялся в фильме, который всем вам рекомендую посмотреть, и который называется «Перед судом истории». Он есть в интернете, и его можно найти, что называется, двумя нажатиями мышки, посмотреть. Причем есть два варианта фильма, один немножко другого отличается, но не скажу чем, чтобы у вас, когда посмотрели, можно было у самих уже какие-то наблюдения, размышления составить. Сразу хочу сказать, что хотя я Шульгенем, ну, наверное, лет 20 уже занимаюсь, я не являюсь там ни его апологетом, не пытаюсь его как-то идеализировать или затушевывать сложные места в его биографии, но вместе с тем я всегда очень радуюсь, когда выходят новые книги Шульгена. И вот здесь, к сожалению, публикатор Антона Чемакина с Петербурга, он не смог приехать, но так получилось, что я писала рецензии и на двухтомник 19-й год, на две части, и на том 21-й год. Что же касается книги 20-й год, то она вышла несколько лет назад, по-моему, в 16-м году, если не ошибаюсь, я ее подготовил к публикации, она тоже здесь в Библиоглобусе продается, просто она вышла в другом издательстве, поэтому я об этом упоминаю, но как бы это важно, поскольку если бы не было книги 20-й год, то не было бы вот этого связующего звена между 19-м и 21-м. Конечно, книга 20-й год, она выходила еще в Советском Союзе, она выходила несколькими изданиями, и, в общем-то, в Советском Союзе эта книжка была замечена, но так получилось, что там она выходила без комментариев, выходила, как правило, без каких-либо серьезных вступлений, поэтому пришлось ее переиздать заново. Также здесь я просто чуть-чуть прорекламирую, чем я занимаюсь, потом перейду опять к Шульгину. Также вот в эту книгу 20-й год включена книга «Шульгина. Три столицы», которая впервые издана без купюр. Вот я ее подготовил, взял издание «Медного всадника» берлинское, причем на берлинском издании был штамп какой-то там финской библиотеки, то есть книжка-путешественница оказалась в итоге в Москву, ее забросила судьба, взял эту книжку и издал «Три столицы» без цензурных сокращений. Почему это так важно? Потому что Шульгина, в общем-то, издавали много, если в интернете наберете, там вы видите десятки изданий. Но очень часто у него из текста, в том числе, как было в «Трех столицах», которые в Советском Союзе выходили, вырезали целые куски по политическим мотивам, по мотивам, как мы сейчас сказали, политкорректности, по идеологическим мотивам. И поэтому очень часто менялся смысл. Еще один момент, почему я так много внимания уделяю комментариям. Понятно, что без комментариев современному человеку, человеку 21 века, очень сложно погрузиться в ту эпоху. Здесь, конечно, Антон Чемакин проделал очень большую работу, написав комментарии биографического характера о людях, которых вы здесь вот видите на фотографиях, о которых сейчас, наверное, кроме узких специалистов, уже никто не слышал. Он сделал очень хорошие комментарии тематического характера, исправил, кстати, пару ошибок, которые вот все время, много лет назад у меня там где-то встречались. То есть наука, она не стоит на месте. И вот я помню здесь, как раз неподалеку на Лубянке, как-то встречались с одним корреспондентом лет 10 назад одного телеканала. И он сказал, ну что такое Шульдин? Ну все же знают о нем, все же напечатано, все же опубликовано. Разумеется, это не так. Это можно сказать, ну что такое там Сталин, Ленин и так далее, и так далее. Все, мол, все про них знают. Архивы Шульгина, его воспоминания оказались разбросаны, по сути, по всей Европе. Очень много оказалось у нас в России, в Государственном архиве Российской Федерации. Здесь, конечно, большое дело сделали наши коллеги в том, что эти документы опубликовали, разобрали вот этот вот почерк шульгинский, подняли эти фотографии. Что-то осело в Европе. И часть документов мы публиковали вот 8 лет назад, в 2010 году, вышла у нас книга «Тюремная одессея Василия Шульгина». Так получилось, что мы впервые опубликовали материалы следственного дела Шульгина и дела заключенного. То есть когда вот он сидел во Владимирском централе, знаменитом печально, на него, естественно, дело было, как на любого человека, который там сидит. Да, вот как он там себя ведет, как он, в общем-то, отличается от других или не отличается. Вот это дело мы впервые напечатали полностью. Здесь, кстати, Антон упоминает, но, может, было бы и получше все-таки использовать то, что до него сделали. Это я такой маленький камешек, его огород, почему брошу, потому что на самом деле есть вот некая проблема. Представьте, что вы приходите в комнату, где огромное количество сокровищ, но они перемешаны. И вы начинаете их, соответственно, набирать, как-то перебирать, увлекаетесь этим. Вот архивы, все архивы, в том числе Государственный архив Российской Федерации, это и есть вот такие сокровищницы, я бы даже сказал, своего рода пещеры Али-Бабы, чтобы, может быть, вам было более так понятно, вот такие из восточных сказок. И, соответственно, Шульгина, воспоминаний, текстов его, писем осталось видимо-невидимо. Многие в Америке оказались в Бахметьевском архиве, вот тоже несколько лет назад опубликована была в издательстве Российской политической энциклопедии переписка Шульгина и Маклакова. Бахметьевский архив, она там оказалась. То есть, по сути, если хочешь понять Шульгина, это надо по всему миру всю жизнь ездить, все это собирать, и все равно ты эти 98 лет не сложишь, потому что жизнь у него очень насыщена. Я, наверное, сегодня об этой жизни немного вам расскажу, потому что он становился в том числе и человеком, которого брали писатели, и на основе его жизни художественный роман создавали, то есть таким вот образом для художественных произведений. Он становился человеком, которого актеры играли в фильме, в частности, «Операция Трест». Ну, в общем-то, много всего он в себя включил. До сих пор пробуждает массу эмоций, одни не могут его имя слышать, другие, наоборот, его как-то идеализируют. На самом деле, как сказал один мудрый человек, надо не плакать, не смеяться, а понимать, понимать и, добавлю, изучать. И чем больше вот таких книг будет выходить именно на основе архивных документов, тем лучше. Я помню, когда это дело только начиналось, Антон еще у меня спрашивал, «Вот как вы посмотрите, вы занимаетесь Шульгиным, я занимаюсь Шульгиным, вот в архиве лежат эти документы, если я пойду их опубликую». А вы знаете, я говорю, у меня Шульгин же не принадлежит, это не значит, что я им занимаюсь и больше никто заниматься не должен. Если я пою песни, все остальные петь песни не должны об этом. Соответственно, он сделал огромное дело, он пошел, посмотрел, поднял эти документы и, собственно, благодаря его работе, благодаря Фонду Истории Отечества, чей логотип вы можете у меня за спиной видеть, благодаря издательству, которое сделало очень красивое издание, его приятно просто в руки взять, полистать, в клейки замечательные. Вот благодаря усилиям всех этих людей вы сегодня можете эти вещи прочесть, то есть не надо там идти в архив копаться, все равно это очень много бы отняло и времени и сил, можно взять книжку. На самом деле, мы очень часто даже, если не являемся специалистами, не понимаем, какое это большое дело, когда можно что-то взять, вот так вот прочитать, поставить на полку или там в интернете потом посмотреть, потому что это колоссальный труд людей. По сути, те, кто это публикует, они словно вырывают из небытия страницы жизни живых людей, людей очень иногда даже и страдавших, и переживавших. То есть они возвращают их к жизни, ибо пока о них помнят, пока эти вещи выходят, люди живут. Вот вы там чуть напишите, да, может быть, кто-нибудь потом в ваших дневниках будет тоже потом разбираться, комментировать там ваши какие-нибудь знакомства или случайные какие-то там просто встречи, а потом издаст об этом книжку. Это сейчас кажется странным. И, естественно, не каждая книжка, не каждый человек, они в этом плане вызовут ажиотаж, потому что книги сейчас, в принципе, кто угодно может и писать, и издать, он школьник может и в интернете чуть ли не каждый день в соцсети публиковать. Но вопрос, конечно, в том, что все это потом становится историей. Все это через какое-то время действительно становится текстом, который изучают, который анализируют, и даже сейчас то, что было в 90-е годы, там, в 2000 году или даже 10 лет назад, это тоже есть некая история, которую иногда, наверное, даже интересно изучать, удивляешься даже, вот думаешь, нас в чем пережили-то. И вот Шульгин, он пережил очень много, и теперь самое время мне перейти к рассказу немножечко о Василии Витальевича, рассказать какие-то тайны, которые мне раскрыла его родственница Ольга Матича. Я помню, как мы сидели с ней на Таганке, общались, соответственно, там есть библиотека фонда русской зарубежья, кто не знает, приходите, это место хорошее. И вот я помню, мы с ней сидели, общались, она говорит, Александр Витальевич, я вам сейчас раскрою тайну, но вы никому не выдавайте, пока у меня книжка не выйдет. А она потом, как Шульгина, известная деятельница русской эмиграции, у нее вышла, кстати, книга воспоминаний, записки русско-американки, и теперь я тайну могу раскрыть, потому что книжка давно уже вышла. А когда она с меня тайну взяла, книжка еще только писалась. Так вот, тайна очень, на самом деле, такая трагическая, потому что в какой-то степени этот первоначальный момент задал тон всей дальнейшей жизни Шульгина. Дело в том, что вот если вы там в Википедии еще где-то посмотрите, хотя в Википедии, может, это уже и поправили. Так вот, везде пишут, что Василий Витальевич Шульгин был, соответственно, сыном потомство дворянина, профессора истории Киевского университета Виталия Шульгина, известного историка. И когда его отец умер, мальчик еще был совсем маленький, то, соответственно, его усыновил Дмитрий Иванович Пихно, редактор газеты «Киевлянин». И с тех пор Василий Витальевич Шульгин до конца своей жизни был к Пихно очень привязан, всегда о нем, кстати, в книгах вспоминал с теплотой и так далее, и так далее. И вот когда мы сидели с Ольгой Матч, обсуждали всякие вопросы исторические, она мне говорит, вы знаете, вот дело в том, что у нас в семье твердая есть, даже не легенда, а твердая уверенность в том, что Пихно был не отчимом Шульгина. Пихно был его биологическим отцом. Причем профессор Шульгин, который в Киевском университете преподавал и который, в общем-то, был коллегой Дмитрий Иванович Пихно, знал о том, что Пихно – это настоящий отец Шульгина. Вот это вот Матч описала свои книжки, книжка интересная, там о ком только она не написала, от иммигрантских известных деятелей до поэтов, писателей современных. Ну, в общем, там есть и большая глава, посвященная Шульгину. И вот самое-то любопытное в том, что Шульгин об этой загадке своей жизни знал. То есть, когда он хвалил Пихно, а он его хвалит, наверное, в каждой третьей книжке или в каждой четвертой, он хвалил не столько отчима, сколько отца, который его воспитал, который был подлинным его отцом, который, в общем-то, дал ему своего рода путевку в жизни. Вот этот момент, конечно же, очень важен. Семья, конечно, была своеобразная. С одной стороны, да, были там и очень хорошие основы, связанные с образованием, связанные с воспитанием в семье. Но вместе с тем, если посмотрите книжку той же самой Ольги Матча, она основывается на неопубликованных, пока еще воспоминаниях Шульгина, которые он писал, когда сидел. Ну, сидел, делал, было нечего, писал воспоминания, когда долго сидишь, что еще делать. И вот в этих воспоминаниях Шульгин в тюрьме, он, по сути, себя разоблачает. Он пишет совершенно безжалостно, пишет о том, что были и в семье попытки суицида, были, в общем-то, и у него некоторые проблемы психологические. То есть он, как бы, находясь в тюрьме, смог затормозить, не по своей воле, он переосмысливает свою жизнь. До этого он, как паровоз, все время куда-то несся. Менялись, конечно, направления. То он несся, как депутат Госдумы, делал политическую карьеру, то в период гражданской войны, о чем вы этих книжках почитаете, он боролся в рядах Белой армии, и потом вовсю боролся на страницах эмигрантской печати с большевиками, совершил поездку в Советский Союз, об этом, кстати, в книге «Три столицы» сказано. Боролся, 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 вот когда он не по своей воле оказался в камере, он вот, словно затормозив, начал переосмысливать свою жизнь. И вы знаете, из тюрьмы он вышел гораздо мудрее. То есть тот человек, который вышел из Владимирского Централа, он уже не только там приобрел себе болезни и старческую немучу, он приобрел себе и опыт. Он стал задумываться, он стал переосмысливать жизнь. Вот в этой книге вы увидите Шульгина еще такого, я бы не сказал мудрого, а скорее эмоционального, увлекающегося, борющегося, жаждущего все новых и новых кумиров. Он всегда очень любил, когда у него были какие-то примеры для подражания, когда у него были кумиры или вожди. Он был таким человеком, который всегда хотел иметь перед глазами примеры вождя. Но это был, кстати, Пихно, вот такой типичный пример его биологический отец, человек, давший ему определенные основы мировоззрения. Таким человеком был Столыпин. От Столыпина Шульгин просто приходил в восторг, как от крупнейшей политической личности. Таким человеком был в какой-то степени, но меньше, правда, Деникин. Больше Шульгин увлекался Врангелем, и Врангеля тоже он очень боготворил по-своему, и даже в эмиграции потом к нему относился именно как к вождю. И вот все это видно на страницах этих книг. Здесь Шульгин еще, что называется, не остывший, вот как вулкан, да, он здесь борется, он здесь пишет эмоционально, он здесь, в общем-то, еще полон каких-то надежд, потому что 19-й год, белые еще не победили. Понятно, что 21-й год все уже закончилось, но вот книги эти тоже отличаются. В 19-м году это как бы одна позиция, и один взгляд на вещи 21-го года – это немножко другая позиция. Хотя книжки, конечно, писались уже по горячим следам, но вместе с тем вот здесь есть, наверное, определенный плюс. Мы можем почувствовать нерв эпохи, и вместе с тем есть, вы знаете, иногда, когда вот это все читаешь, некое такое нисходительное похлопание по плечу, но мы-то с вами в 21-м веке живем, мы же знаем, чем все это кончилось, мы знаем, что будет потом, мы знаем, что вот то, что он описывал, закончится крахом, надежды не сбудутся, иллюзии развеются, а Шульгин в итоге окажется в городе Гороховце, вернее, сначала во Владимирском централе, потом в городе Гороховце, потом во Владимире. Если вы когда-нибудь попадете, я здесь немножко перескакиваю, поскольку есть все-таки необходимость как бы широту героя показать, вот если вы попадете в город Гороховец, там вы увидите следы от пребывания Шульгина. Дело в том, что в 2016 году, в декабре, мы открыли там памятный знак, посвященный Василию Витальевичу. Я вот туда ездил, там был открыт памятный камень, и на нем табличка, как раз камень расположен рядом с тем местом, где когда-то находился дом престарелых, в котором жил Шульгин. А если попадете во Владимир, вы увидите там на улице Фейгина, раньше она называлась кооперативной, много десяти лет назад, сейчас улица Фейгина, вы увидите там на доме, где жил Шульгин, табличку. На табличке там соответствующая доска и изображение Василия Витальевича Шульгина. И вот таким образом Владимир опередил маленький Гороховец, там открыли доску, потом Гороховцы открыли камень. Огромное количество людей, с которыми Шульгин общался, они оставили воспоминания, они оставили какие-то записки, и это не только люди тех времен, которые давно уже канули в вечность. Мне удалось общаться со многими из тех, с кем общался Шульгин. Вот я помню, мы приехали во Владимир, сидит там старушка возле подъезда, в котором жил Шульгин, с двумя другими старушками. Я подхожу, начинаю искать подъезд. Ну мы его потом нашли, там на первом этаже квартира Шульгина была. А мне говорят, вы что ищете? Да слышите, что мы про Шульгина? Говорим, да вот ищем квартиру, где Шульгин жил. А это, говорит, Маринина, которая последний год за ним ухаживала. Вот думаю, интересно, надо пообщаться. Пообщались. Это женщина, которая ухаживала как раз за пожилым Шульгином. Если вы посмотрите в интернете фотографии, сейчас вот не припомню, кажется, Кулешов фотограф, он, к сожалению, тоже ушел из жизни. И вот там как раз есть фотографии Кулешова. И на фотографиях Кулешова Маринина там ухаживает за Шульгиным, протягивает ему советский одеколон, Саша показывает. Вот это вот очень интересно. Потом, когда в 2010 году у нас вышла книга, посвященная Шульгину, была большая презентация. В Доме русского зарубежья пришел Жуков, пришел писатель Дмитрий Жуков, тоже ушедший из жизни, отец нашего известного политического деятеля современного. И, соответственно, Жуков тоже очень много о Шульгине рассказывал. Он с женой был, мы там пообщались. Потом Жуков выпустил книжку. К сожалению, к нам на презентацию не удалось тогда Илью Глазунову привезти. Ну, книжку передали Шульгина, он что-то не пришел, занятен был. Но, тем не менее, Глазунов тоже оставил воспоминания о Шульгине. И если вы посмотрите в интернете, вы увидите, в том числе, портрет Шульгина, нарисованный Глазуновым. Оставил интересные воспоминания о Шульгине писатель Олег Михайлов. Мало кому что это скажет фамилия. Когда Михайлов сгорел вместе со своим собственным домом, была такая трагедия. Писательский дом сгорел, вот он погиб. К сожалению, там погибли, насколько я понимаю, все его рукописи, автографы. А если посмотреть у него, он же известный был, советский литературовед, у него автографы многих известных людей хранились. И вот Михайлов тоже общался с Шульгиным. А далее через запятую мы начинаем смотреть и видим огромное количество людей в Петербурге. Ныне живет Николай Браун, он в свое время был таким известным диссидентом, тоже отсидел. Вот мы в 17-м году презентовали книжку Шульгина, пришел Браун и рассказывал, соответственно, как он был совсем еще подростком. И Шульгинем общался. Тоже он оставил воспоминания любопытные, они в ряде журналов опубликованы. Общалось с Шульгинем огромное количество людей. То есть начинаешь смотреть, Солженицын с ним общался, приезжал к нему во Владимир Истоек, Николай Яковлев к нему приезжал. Это ведь не 20-е годы, это 70-е годы, это 80-е годы. И, к сожалению, вот если посмотреть сейчас, ну многих я видел, в частности, мы два часа записывали беседу с Николаем Коншиным, который с Шульгиным дружил. Он был школьником, совершенно подросток. Вот он показывал фотографии, ну школьник, советский обычный школьник, он к Шульгину приходил с ним, общался, есть даже интересная фотография. Я вот ее в книжке опубликовал, где Шульгин сидит на дне рождения, там стоит такой советский хрустальный бокальчик, и там, соответственно, с ним молодой Коншин сидит. И вот мне удалось пообщаться с Коншиным, это последний год его жизни, он жил в Смоленске, приехал, мы поговорили. Он очень много рассказывал о Шульгине, и, конечно, на него, на школьника, на советского, да, то есть, в общем, понятно, да, советский школьник в 70-е годы, колоссальное воздействие произвел Шульгин, который принимал отречение Николая II, который в Гражданской войне участвовал, который там ему много рассказывал. То есть, по сути, это была живая история, которая вот здесь вот жила, там у Коншина очень много было очень интересных воспоминаний. Он в Смоленске в театре, в крупнейшем театре в городе работал, очень интересно, к сожалению, тоже вот ушел из жизни. То есть, когда начинаешь перебирать, то видишь, можно написать, не скажу книгу, но главу точно очень объемную о людях, которые общались с Шульгиным. Вот я здесь еще, конечно, не всех перечислил, их было гораздо больше. Я просто помню, был случай, я немножко так вот, поскольку вам это никто не расскажет, расскажу еще одно случай, один случай, это интересно был. И, наверное, на этом мемуарную часть закончу. Помню, захожу в книжный магазин, летний сад назывался, а там женщина сидит, продавщица говорит, а вы знаете, вот, ну все знают, что Шульгиным тоже интересуется. Я говорю, знаете, тут человек какой-то звонил, он сказал, у него есть аудиозапись, когда он записывал Шульгина. Я говорю, как здорово, может как-то эту аудиозапись перевести в цифровой формат, а то она вообще на катушке, не на кассете, на катушке, на катушке, на минитофон было записано. Но человек как-то пропал, и не знаю, что там с этой записью стало, а вот в журнале «Диаспора» и в интернете недавно, сначала, извините, в книге «Диаспора», потом в интернете появились аудиозаписи Шульгина. Там три аудиозаписи выложены, то есть можно посмотреть в интернете и скачать, и послушать, и прочитать расшифрованные тексты рассказов Шульгина о своей молодости. Это, понятно, некие крупицы, это некие крупицы, и вот то, что все это вводится в научный оборот, то, что эти документы, они постепенно составляют более-менее цельную картину, мне кажется очень важным и очень нужным, потому что это не просто жизнь Шульгина, хотя она была удивительной и достойной романов Бусинара, это эпоха. И он, как нить, связал эти самые разные эпохи. Эпоху дореволюционную, эпоху Государственных дум, когда он был депутатом Госдумы, и если вы попадете в Таврический дворец, пройдитесь, если будет возможность, если не были, обязательно туда как-то попытайтесь попасть, вот именно там, в Таврическом дворце кипели эти страсти, именно там сидел депутат Шульгин на этом кресле, сейчас другие там креслицы, их заменили, на всякий случай скажу. То есть посидеть можно там, где сидел Шульгин, но это уже новое кресло. И вот если вы туда сядете, если попадете в Таврический дворец, вы почувствуете себя, ну, можно сказать, как Шульгин. Вы просто придете туда гостем, зрителем. А он каждый раз бросался в бой, потому что с трибуны выступали его оппоненты. И вот он выходил на трибуну Государственной думы Российской империи и произносил речи, не заготовленные заранее, потому что нельзя было всегда сказать, что там, собственно, тебе возразят, и надо было экспромтом это все произносить. И вот текст речей тоже, вот мы их опубликовали, сейчас еще готовится третья книга у меня с текстами речей. Чем они интересны? Шульгин, пусть не всегда точно, и, кстати, это и в книжках увидите, по памяти цитировал куски стихотворения Пушкина, Алексея Толстого, Лермонтова, цитировал изречения греческих авторов, цитировал, ну, просто так вот какие-то фразы из Библии. То есть это было нормально, потому что люди жили, и даже, кстати, революционеры это понимали, и оппозиционеры, люди жили вот в той атмосфере, когда можно выйти, сказать на французском или процитировать что-то там из латыни, тебя поймут, не надо это переводить. Знание языков было совершенно нормальным. Вот здесь, если будете смотреть фильм «Перед судом истории», там Шульгин в советском Ленинграде ходит, гуляет, и был у режиссера Эрмлера такой момент, он хотел, чтобы Шульгин на нескольких языках поговорил. Там какие-то девушки ходят, выпускницы, у них бал выпускной, они все довольны, видят дед какой-то такой, да, бородатый, благообразный, и он к ним обращается на разных языках. Они говорят, о, вы француз, нет, там, вы не француз, вы англичанин, там, немец, уж не помню, перечисляют разные, соответственно, нации, народности, страны, он говорит, нет, я русский. То есть вот это было нормально, выйти на трибуну, цитировать без ошибок Лермонтова, Пушкина, других классиков, оперировать фразами из Библии, причем сидящие оппозиционеры в зале, они это понимали, они тоже выходили, и, кстати, даже, как ни странно, у Ленина, если посмотрите работы, он же тоже был человек когда-то крещеный, хотя потом с религией порвал, и увидите там фразы, истоки которых тоже лежат, между прочим, в библейских текстах. Это показывает, что полемика между этими людьми разных политических взглядов, она, конечно, велась на достаточно высоком уровне. Да, бывали и грубости, а дума кипела, могли стаканом запустить в того, кто тебе не нравится. Такое бывало, и стаканами запускали, и выгоняли на несколько заседаний, удаляли. И тот же Шульгин вызвал целую бурю эмоций. Он вышел на трибуну Государственной Думы и обратился к оппозиционерам, которые тогда симпатизировали в борьбе с самодержавием, симпатизировали террористам. Он спросил у них, а нет ли у вас, господа, бомбочки в кармане? И начался шум, гам, крик. Девушки бедные там, которые сидели, стенографистки, в том, 4 там сидела, они там, бедные, не успевали все это записывать. Шульгин стоял, не знал, что ему сделать. Председатель Думы кричал, шумел. В общем, Василий Витальевич произвел фурор. То есть он не просто там выходил, читал какой-то текст и какой-то доклад по бумажке. Это всегда было актерское выступление, это всегда была некая импровизация. Идет в Думе полемик, он выходит на трибуну и тут же, не подготовившись, отвечает на какие-то критические выпады. Ну, естественно, у него были хорошие заготовки. Он, как человек, который возглавил газету «Киевлянина» экономические вопросы, политические отслеживал. То есть, если надо было, он выходил, вот выкладки по экономике. Это ему никто не писал, у него не было спичрайтеров. Вот вам выкладки по экономической ситуации в стране. То есть это, опять-таки, была норма, вот такая вот борьба. И вот это один этап. Шульгин – думец, Шульгин – депутат Думы. Шульгин – человек, который защищает самодержавие, дружит, ну, насколько может дружить с премьером, да, со Столыпиным, во всяком случае, взаимной человеческой симпатией у них был. А человек, который всей душой, всем сердцем ушел в политическую борьбу. Кстати, очень любопытно еще и как он выступал, да, потому что в Доме-то страсти кипели, и многие, они эмоции не скрывали, депутаты. Шульгин выходил, послушайте его голос, он в старости немножко изменился, но не очень изменился. Вот он выходил и таким же голосом, которым вот он в фильме «Передисуем историю» говорит, тихо, спокойно начинал своих оппонентов опровергать одного за другим. Чипок, чипок, чипок. И потом он писал в письме, насколько я помню, Маклакову, что говорит, «Вы понимаете, у меня был такой стиль, вот спокойно, без эмоций, без излишней жестикуляции, без кидания стаканами выходить и разбивать оппонентов на голову». Они от этого еще больше бесились. И депутат, который совершенно в отличие от Шульгина не был склонен к спокойствию, Пуришкевич, вот он как раз и кидался там всякими стаканами, шумел, нехорошими словами Милюкова обзывал. Вот Пуришкевич написал про Шульгина эпиграмму. «Твой голос тих и вид твой робок, но черт сидит в тебе, Шульгин, Битфордов шнур ты из коробок, где заключен пероксилин». То есть понятно, что Шульгин был тихий, но вместе с тем в обиду себя не давал. И вот этот человек, казалось бы, сочетающий в себе и нужную эмоциональность, и актерские определенные способности, и прекрасно владевший ораторским искусством, что отмечали даже его противники и оппоненты, но отмечались с досадой. Вот, мол, какой монархист хороший, подкованный, обладает интеллектом. Так вот этот человек в 1917 году ведет себя по меньшей мере странно. Он едет принимать отречение у Николая II. И вот это становится некой точкой невозврата для Василия Витальевича Шульгина. Можете посчитать, сколько ему было лет, если он в январе 1978 родился в 1917 году. В общем-то, человек достаточно зрелый, но еще не опытный вместе с тем настолько. Вот он едет, едет принимать это отречение, и это становится для него некой драмой, я бы даже сказал, потому что всю оставшуюся жизнь с 1917 года до 70-х годов XX века его начинают попрекать. Как вы могли, монархист, поехать у императора требовать отречения? Да еще и поехать с Гучковым, который был оппозиционером, и которого императрица Александра Федоровна очень сильно не любила. И всю жизнь, и в период гражданской войны, и в эмиграции, и потом перед теми, кто к нему приезжал, перед историками, перед диссидентами, перед писателями, в 70-е годы всю жизнь Шульгин будет объяснять. Объяснять, почему он поехал. Ну, надо сказать, что не все здесь до сих пор понятно, и вот сейчас готовится книга, большая книга, я ее готовлю, где будет как раз книга Шульгина «Дни» о 1917-м годе, и будет огромное количество статей, которые 101 год не переиздавались. Я вообще не понимаю, почему их никто не использовал. Я вот спрашивал у коллег петербургских, я говорю, вы их читали, не говорят, не читали. Я говорю, ну ладно, вот издадим, почитают, может быть. Просто, понимаете, это не одна статья, это не две статьи, их за сотню. Их за сотню – это, по сути, ежедневная хроника 1917-го года. И, конечно, вот этот момент, он тоже очень важен, опять же, к вопросу о том, раскрыт ли Шульгин, и все ли мы о нем знаем. И, конечно, очень хорошо, что вот какие-то пятна заполняются, потому что очень часто судят с наскока о том, что, мол, человек какой-то странный, то он монархист, то едет отречение, принимать у Николая, то в гражданскую войну опять с монархистами начинает общаться и дружить. И вот, конечно же, публикации, они раскрывают вот это, они раскрывают трансформацию Шульгина, они раскрывают, как менялись его взгляды, что у него было цельным в течение этих 98 лет жизни, потому что основа-то вот такая у него была все-таки, был у него некий костяк, некое ядро стержень, я бы сказал. И что у него изменялось, что трансформировалось. И вот мне кажется, это тоже очень важно, не осудить, еще раз скажу, не пытаться там как-то его нравоучительность современных позиций воспитывать или цензурировать, а опубликовать это, изучать, смотреть, опять же, то, что касается личной жизни Шульгина. Большой любитель женщин он был, я вам скажу, большой любитель женщин, и было у него как бы две официальные жены и некоторое количество неофициальных жен. Почему это очень важно? Потому что здесь как раз вот затрагивается, эта тема затрагивается воспоминание, которое его супруга написано. Дело в том, что первая вот его супруга, с которой он до революции связал себя, которая, собственно, была матерью его детей, она была еще и публицистом. Я, кстати, через 101 год вот наконец-то переиздам некоторые ее тексты, потому что как-то ее забыли на фоне мужа, но так часто бывает. Несправедливо, конечно. А писала она хорошо, эмоционально писала. Писала в газете «Киевлянин», как вы догадываетесь, где Шульгин была редактором. Писала под псевдонимом «Мужским» и писала от мужского лица. А Ежов псевдоним был один из. И вот появляется там статья о Ежове, где там пишет, соответственно, жена Шульгина. И это тоже очень любопытно, потому что иногда просто дословно, когда работаешь, видишь, цитируют Шульгина стихи Алексея Толстого, через пару дней появляется статья жены Шульгина, и она цитирует тоже там те же строчки Толстого. То есть взаимовлияние, ну, они, конечно, и о политике беседовали, и это действительно был очень любопытный союз, но вместе с тем иногда видно, что буквально вот какие-то фразы она у него взяла, или понятно, что там они вместе, грубо говоря, одну книжку читали, одни какие-нибудь стихи и так далее, и так далее. Почему это еще так важно? Вот все как-то на второй жене Шульгина сосредоточились. Понятно, это гражданская война, это эмиграция, потом она, соответственно, к нему приехала, когда ее из тюрьмы выпустили, и вот это вот погружение в Мальстром, соответственно, вот это все, это в какой-то степени восстанавливает, да, вот эти вот события. Но вместе с тем трагическая судьба первой жены Шульгина, она как-то вот забылась, а закончила она плохо. Она, оказавшись в эмиграции, по сути, муж уже от нее отошел, нашел себе вот, соответственно, новую супругу, и потом их там разводили долго, церковь там на нее накладывалась, всевозможные ограничения, он там по-разному хитрил, чтобы этих ограничений поменьше было, это вот в книжках тоже чуть-чуть прослеживается, Антон Чемакин хорошо это прокомментировал. И вот, соответственно, что с первой женой стало? Она ушла в мистику, в религиозные поиски, и в конце концов утопилась в Дунаре. И для Шульгина это был, конечно, шок. Вообще очень много людей вокруг него гибло, и начинаешь смотреть гибель сына в период гражданской войны одного, второй сын, соответственно, пропадает, совершенно непонятно, что там с ним стало. По одной из версий он оказался в психушке, в психолечебнице, и вряд ли, конечно, это правда, потому что стали бы красные, белого какого-то в сложном состоянии лечить. Ну, в общем, загадочная судьба. Кстати, именно, чтобы найти вот этого пропавшего сына, Шульгин и поехал в Советский Союз, что в трех столицах описано. Так вот, один сын погибает, у второго судьба загадочна, погибает первая жена. А дальше, в общем-то, мы видим, что здесь, как в каком-то детективном сериале, люди, которые с Шульгиным соприкасаются, гибнут. Особенно это связано с людьми, которые так или иначе оказывались в паутине спецслужб. Это и те, кто участвовал в операции «Трест». Самый яркий пример – Захарченко Шульц, такая совершенно своеобразная женщина. Кстати, ее прекрасно сыграла актриса Касаткина в фильме «Операция «Трест». На мой взгляд, она не просто так ее прекрасно сыграла. Дело в том, что Касаткина, а старшее поколение помнит эту актрису, она общалась с Шульгиным. И, по сути, он ей дал некий такой толчок, как надо играть Захарченко Шульц, и как вот надо бы ее показать на экране, что и сделано было. И вот смотрите, приходит Шульгин к концу своей жизни уже, после всех этих перипетий, после эмиграции, после тюрьмы, после освобождения. И, по сути, ну с кем вот он поспорит? С Керенским? Так Керенский далеко. Остальные все уже ушли, никого не осталось. То есть он действительно пережил всех. И есть такая хорошая фраза, что в России надо жить долго. Вот Шульгин жил долго. Он пережил и забвение, пережил и колоссальный интерес, когда к нему ездили молодые люди, известные художники, писатели, историки. Он пережил и осмеяние, когда его сначала критиковали, осмеивали за то, что монархист поехал к Николаю II, потом осмеивали за то, что он попал в эту паутину советских спецслужб в операции Трест. Он пережил и допросы. Причем очень интересно, опять же, на допросах он все-таки вел себя достаточно осторожно. И вот есть такой рассказ, он принадлежит Шульгину. Нам не удалось найти подтверждение этому рассказу, что когда Шульгин находился в отследствии, его привели в большой зал. Как он сказал, там сидели министры. И попросили рассказать об отречении Николая II. Он там рассказывал. Вполне, кстати, это допустимо. Вот кто там сидел, мы никогда не узнаем, потому что нет документов об этом. А Бакумов мог сидеть, его слушать. Мог кто-то, ну понятно, что не Берия. Мог кто-то из других сидеть, высокопоставленных деятелей и советских спецслужб. То есть это тоже интересно. Уже со временем сам Шульгин становится не только и не столько человеком, а источником. То есть вы и есть исторический источник. По этому поводу он в старости, кстати, так и иронизировал несколько. Но вместе с тем так и получилось. Он стал источником. А как он мог это все выразить? В виде записи, в виде книг. Что-то опубликовано было при жизни. Что-то осело в архивах. Что-то он там рассказывал, это люди записывали. И здесь еще есть один пункт. Наверное, я его обозначу для историков, для исследователей, поскольку это неисчерпаемый, конечно, кладезь. Это переписка Шульгина. Колоссальная переписка. Что-то у нас в России, в архивах сохранилось что-то за границей. Ну а собрать это, конечно, невозможно. Это просто невозможно. Даже если 98 лет будешь изучать 98-летнюю жизнь Шульгина, все равно что-нибудь упустишь. Но вместе с тем, то, что делается, это огромное, нужное и благородное дело. И сейчас, прежде чем передать слово моим коллегам, историкам, специалистам по данной теме, я бы хотел сказать большое спасибо и Антону Чемакину, который взял на себя труд по этой публикации, и Фонду истории Отечества, который поддержал этот нужный проект, издательство, которое выпустило красиво и очень действительно благородно книжка выглядит, вышло так, как приятно ее посмотреть, взять и почитать. И поэтому, мне кажется, сегодня не просто презентация Шульгина, который заслуживает, наверное, много часовых бесед, это и некая дань уважения тем людям, которые все это сделали. Ну, спасибо большое. Наверное, я на этом закончу, а то долго может. Спасибо огромное. К нам присоединился еще один гость, Руслан Григорьевич Гагуев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института Российской академии наук в области истории России, главный редактор корпорации «Российский учебник». Еще раз аплодисменты нашему гостю, вам слово. Добрый вечер. Ну, конечно, после Александра Витальевича Репникова говорить о Шульгине, наверное, очень сложно, потому что он, наверное, один из немногих специалистов, который занимается изучением жизни Василия Витальевича на протяжении многих и многих лет. И сколько, Саша? Три книги ты уже сделал, и четвертая, насколько я знаю, у тебя сейчас находится в работе. Мы ее тоже с нетерпением ждем. И о чем, собственно, я хотел, наверное, бы отдельно сказать, может быть, Александр Витальевич об этом не очень акцентированно говорил, наверное, здесь можно будет что-то добавить, что на наш взгляд важно. Конечно, если посмотреть на масштаб фигуры Шульгина, на масштаб того, сколько он написал за свою жизнь, количество изданного до недавнего времени, оно было, скажем так, совсем небольшим. Из его огромного наследия на слуху было буквально несколько книг. Ну, все знают дни, все знают 1920 год, ну, кое-какие отдельные его статьи и другие работы, но многое оставалось либо едино-женоопубликованным и забытым 101 год назад, 102 года назад, и меньше 100 лет и так далее. То есть это действительно такой большой массив источников. А другая часть, как-то 19-й год и 21-й год, до недавнего времени лежали в архиве, в Государственном архиве Российской Федерации и ждали своего часа, ждали, когда наконец-таки до них дойдут руки у исследователей и появится возможность их издать. Честно говоря, мы неоднократно с коллегами обсуждали о том, что да, вот в Гарфе лежит 19-й год, вот хорошо бы его издать, вот даже как-то, помнится, даже собирались этим заняться, но все как-то вот никак, и руки не доходили. Все-таки объем работы достаточно существенный, подготовить к публикации такие воспоминания. И очень хорошо, что вот наш коллега из Питера это сделал, и наконец-таки при помощи Фонда Истории Отечества и благодаря издательству Кучкового поля превосходно издали эти книги. Что ведь важно? У нас ведь по сути, ну за исключением 18-го года, получается такая своеобразная летопись русской революции и гражданской войны. Охвачено практически весь этот период подробными достаточно записями Василия Витальевича. И здесь действительно очень много интересного. Я, когда эти вышедшие книги уже посмотрел, не в Гарфе в виде воспоминаний таких не публиковавшихся, а уже в виде книги с хорошим научно-справочным аппаратом, конечно, нельзя сказать, что они открыли что-то принципиально новое из того, что происходило на Белом Юге или в первый год эмиграции. Да, но очень много интересных деталей, очень много нюансов, которые дают оттенки тем событиям, о которых мы уже хорошо знали. Эти записи Василия Витальевича безусловно дают. И я очень рад, что они наконец-таки дошли до широкого читателя. И действительно, масштаб фигуры этого человека, о котором... Очень странно, что до сих пор не сняли приключенческого фильма, скажем так. Я думаю, он был бы обязательно популярен, потому что таких людей очень мало. Его наследие, безусловно, заслуживает всяческого внимания, и надо продолжать публиковать его документальное наследие. И вот сейчас эти два издания, в скором времени книга уважаемого Александра Витальевича увидит свет. Я думаю, что все это очень важные и важные события не только для биографов Шульгина, хотя и это само по себе ценно. Но с точки зрения нашей картины, с точки зрения нашего объективного представления о тех событиях, которые происходили сто и более лет назад, это очень важно. Все-таки взгляд Василия Витальевича, он очень своеобразен, он очень интересен. И как человек, который никогда не врал, по крайней мере, сам себе, в этом отношении этот источник, как мне кажется, безупрещен и интересен для чтения не только профессиональными историками, но и широким кругом читателей, неподготовленным, скажем так, для этого специально. Так, наверное, коротко все. Я, правда, как-то после Александра Витальевича даже и неловко говорить о Шульгине. Я думаю, мы лучше ответим на ваши вопросы, если они у вас будут. Спасибо. Александр Витальевич, представьте нам еще одного нашего гостя, который бы, я думаю, тоже несколько слов скажет. Да, я хотел бы представить Владимира Владимировича Семендея, представителя фонда «Историческая память». Спасибо. У меня буквально пару тезисов. Я хотел сказать, что Василий Витальевич Шульгин производил очень сильные впечатления не только на своих друзей, на своих коллег, но и на своих врагов. Надо сказать, что это был один из редких политических деятелей, к которому с уважением относились даже его враги. По самым тяжелым вопросам, с кем он дискутировал. Я не буду тут вдаваться в детали, но могу сказать, что это настолько редкое качество за всю нашу столетнюю историю, что хотя бы одно это должно вызывать у нас отдельное уважение. Второе. Василий Витальевич Шульгин оказывал самое удивительное влияние на самых разных людей при самых разных обстоятельствах. Сегодня об этом не было сказано, но у него был югославский период в его жизни, когда он проживал в Югославии, и там он увлекался байдарочным спортом, делал байдарки и оказал влияние, например, на Арнольда Мэри. Это один из самых лучших эстонцев на этом свете, герой Советского Союза, человек, который воевал за нашу страну в 41-м году. И он со своей семьей в конце 30-х встречался с Василием Витальевичем Шульгиным. И, конечно, он оказал на этого подростка тогда еще самое замечательное впечатление. Ну и, наконец, могу сказать, что и на то поколение историков, которое мы представляем, Василий Витальевич тоже оказал самое существенное впечатление. Кто-то из нас, так сказать, может условно относиться к монархистам, кто-то наоборот, но его книги, которые мы прочитали в начале 90-х годов, произвели на нас совершенно обрушивающее впечатление, замечательное. Кроме того, надо сказать, что помимо содержания разных мелочей, которые ты впитываешь и которые остаются с тобой навсегда, это его стиль. У него неподражаемый стиль изложения, стиль журналиста, который стал больше, чем журналист, который стал, в общем-то, писателем. Вот, собственно, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Может быть, у наших гостей уже родились вопросы. Если они есть, пожалуйста, поднимайте руку и с удовольствием передам микрофон. Ну, пока наши гости... Нет, уже вопрос один есть. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Лена. Александр Виталиевич упоминал по поводу того, что выпущено 19-й год, 20-21-й, кроме 18-го. А будет ли отдельно выпускаться 18-й год и есть ли достаточной информации по этому времени? Спасибо большое за вопрос. Насколько я знаю, записки определенные есть по 18-му году. Единственное, если вот Чемакин захочет эту тематику продолжить, потому что с тем же 19-м годом тоже было очень сложно. Печатали сначала отрывки, насколько я помню, это там лет, чуть не 20 лет назад они выходили и в результате очень сложно было это все воссоздать. Потом, на мой взгляд, очень важно, это тоже, конечно, я за архивные публикации, но это тоже нужно отметить, очень важно переиздавать публицистику Шульгина. Дело в том, что очень многое осело в газетах, которые выходили на территории, занятые белыми, и Шульгин и сам там газеты издавал, и печатался в этих газетах. И вот эти статьи, если что, вот коллега меня поправит, по-моему, они вообще практически не введены в научный оборот. А они как раз очень интересны с точки зрения реакции на Деникинскую политику, на события, непосредственно происходившие в том же 18-м году. Поэтому я надеюсь, что будет продолжение публикации Шульгина, посвященных гражданской войне, и в какой-то степени это будет постепенно закрывать эти пробелы. Наверное, сейчас еще... Да, пожалуйста. Добавлю несколько слов. Ну, такой рукописи именно по 18-му году ее не существует в таком законченном виде, но в то же самое время действительно некий сборник, посвященный 18-му году, очевидно, что сделать при определенных усилиях, конечно же, можно. И это может быть в действительности даже наиболее интересный том, потому что 18-й год это то время, когда Шульгин имел наибольший вес на Белом Юге, начиная от его вступления в ряды добровольческой армии, продолжая вернее азбукой, заканчивая восстановлением киевлянина. Это все очень интересные сюжеты, и в плане той картины, которая на Юге складывалась, в плане портретов того же Алексеева, Корнилова, Деникина, это очень важная имела бы значение. Но, пожалуй, это наиболее сложный из всех томов стал бы. В какой-то степени попытались это закрыть. Вышла книга «Россия, Украина, Европа». Она, по-моему, даже здесь тоже продается. Вот там я впервые ввел в оборот с 18-го года, не переиздававшись, несколько брошюр Шульгина. Воспоминания его, статья про Алексеева. Но это, опять-таки, это вот некие элементы. То есть, по сути, записки, тексты, шульгинских статей и архивные документы по 18-му году, они могли бы составить том, который связал бы это все воедино. То есть, у нас получилось бы 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, естественно, год, и 21-й. Опять-таки, абсолютно не переиздана шульгинская публицистика иммигрантского периода. Потому что это надо, не все у нас есть на Таганке в библиотеке зарубежья, это надо искать, это надо смотреть. Он печатался, очень много писал, печатался в разных изданиях. Ну и есть такой момент, в общем-то, надо его хорошо комментировать, потому что далеко не все у шульгина написано так, что может быть воспринято современным обществом. То есть, это надо снабжать комментариями. Еще раз хотел бы сказать большое спасибо нашему петербургскому коллеге на комментарии, на примечания, он не поскупился в этих томах. Спасибо ему за это и вам за вопрос. Я пролистал тут, что касается его пребывания на Босфоре. Ну, понятно, это бысль, то, как он видит, а канва этих событий, то есть, где он жил, вот тут что-то известно? Жил он в Константинополе, как он всегда любил подчеркивать, и, собственно, в 21-м годе об этом очень подробно написано. В каких условиях это все происходило, какие ему приходилось испытывать сложности. Что касается более детальной проработки вопроса, это все-таки надо, наверное, к Чемакину обращаться, потому что он 21-й год и публиковал. Хочу только заметить, он об этом пишет, что 21-й год, он второй раз издается. Первый раз он выходил в журнале «Континент», был такой журнал, и до сих пор есть, его Максимов, известный писатель в свое время, редактировал. Вот в журнале «Континент» 21-й год сначала публиковали в очень плохом виде, то есть, ни комментариев, ничего нет. Здесь, в принципе, вот этот период жизни Шульгина в какой-то степени Чемакин прокомментировал. Но поскольку это все-таки его часть работы, то я за него не берусь так вот детально об этом говорить, об обстоятельствах жизни. Там есть, конечно, эти описания, есть там и то, что связано с Франгелем, то, что связано с бытом белых, оказавшихся в эмиграции. Вот эти моменты, они, в принципе, прослеживаются. Но, опять же, 21-й год лучше смотреть связки с книгой 20-й год, потому что там как раз этот момент рассказан, как он покидает Крым, возвращается, соответственно, все это как происходит. Поэтому 21-й год без 20-го воспринимать сложно. Там они друг к другу как матрешки входят, все эти вещи. Ну и сейчас я, правда, не вспомню, было несколько публикаций в журналах, как раз связанных с этим периодом его жизни. По-моему, «Взвезде», кажется, публиковалось. В свое время это еще петербургский историк Красюков публиковал. И я рекомендую, опять-таки, если вы просто хотите посмотреть детально, чтобы не вдаваться в подробности, вышла огромная книга в издательстве Неста, в петербургской издательстве «История» книжки толщины, такой толщины, большой формат, называется «Тени, которые проходят». Вот там эти моменты, они достаточно подробно затрагиваются. Как раз Красюков, тоже человек, который с Шульгиным общался и некоторое время хранил часть архива Шульгина, он ушел из жизни, и после его смерти родственники, собрав вместе и опубликованные, и неопубликованные воспоминания, это все издали. Поэтому берите книгу «Тени, которые проходят», там вот эти моменты, они достаточно подробно затронуты. По сути, это вот некая такая развернутая биография Шульгина. Ну и 20-й год, 21-й год. По сути, опять-таки, могу только книгам отослать. А вот «Тени, которые проходят», я всем, собственно, посоветовал бы посмотреть, потому что там есть фотографии эмигрантского периода, очень много снимков, очень много воспоминаний, и вообще больше нигде никогда не появлялись. Но «Тираж», правда, вот здесь триста, кажется, штук, а «Тени», они выходили там то ли 500, то есть, опять-таки, вопрос в том, что книжки выходят, но иногда только в библиотеке остаются. Пожалуйста. Если позволите, у меня вопрос. Действительно, мы понимаем, что в жизнь Шульгина была действительно насыщена огромным количеством самых ярких исторических событий, целой эпохи, можно сказать. И скажите, а какими как раз событиями, какие события, с какими событиями наиболее яркие впечатления в воспоминаниях Шульгина связаны в его жизни? Ой, при такой насыщенной жизни есть о чем вспомнить. Сложно, наверное, даже выбрать. Любопытный был эпизод. Дело в том, что Шульгин ездил, когда нужно было, чтобы он написал книжку, которая хвалит Советский Союз. Тоже, кстати, можно ее найти в интернете, его вот эти письма к русским эмигранту. Вот когда нужно было, чтобы он написал книжку, ему устроили поездку по городам, потому что он вполне резонно заявил тем, кто его на эту книгу всячески подтатывал. А что, говорит, я тут хорошее увидел тюрьма, потом дом престарелых, потом дом инвалидов. Ну что, говорит, писать-то, вы меня повозите. И поняли, да, надо повозить. Свозили его в Ярославль, повозили его по родным местам, в общем, устроили ему поездку, он написал книжку. А кто бы еще там старичка без паспорта свозил, у него же паспорта не было советского, все. И, соответственно, к чему я это вспомнил. Человек, который его в Ярославле курировал, он потом опубликовал воспоминания небольшие в газете «Красная звезда» о том, как Шульгин ездил в Ярославль. И вот, значит, молодой тогда был офицер КГБ, и вот к нему Шульгина прикрепили, мол, ты должен показать ему всякие места. И он пишет в этих воспоминаниях, они в интернете есть, «Красная звезда» там помещена, и вот пишет, что когда, говорит, Шульгин сел на скамейку и задумался, то мне показалось, что в это мгновение перед ним проходит, там промелькнул, я не знаю, как-то еще воспроизводится вся его жизнь. То есть вся жизнь проходит перед ним. И действительно, это очень важно, потому что здесь ему обо всем можно было, наверное, вспоминать, начиная от загадки рождения, которую я вам сегодня приоткрыл, поскольку больше она не является загадкой. Ольга Мальч разрешила, написала, значит, все теперь можно говорить, что пихно папа. И, соответственно, вот начиная от загадки рождения и его политической жизни дореволюционной дали, через всю гражданскую войну, через эмиграцию, через политическую борьбу, через тюрьму и так далее, ему было о чем вспомнить. Но, наверное, еще раз отмечу, что все-таки такой точкой невозврата, занозой, действительно, занозой, которая у него сидела в душе, было именно участие в отречении. И вот есть воспоминания в журнале «Возрождение», если не ошибаюсь, они публиковались, одного из людей, который с Шульгиным общался. И вот он пишет, что когда я, это еще во время гражданской войны было, когда я спросил Шульгина про отречение, он заплакал. Ну, можно сказать, там слабая психика, но мне кажется, это действительно, видимо, к тому моменту его уже столько раз об этом спрашивали и пеняли и недоумевали, а Николай II уже был расстрелян с семьей, с детьми. И вот это-то Шульгина и мучило. То есть я к нему приехал брать отречение, а вот чем все кончилось? Я думал спасти царскую семью, а кончилось все подвалом в Екатеринбурге и убийством. И вот эта тема, она у Шульгина очень долго звучала, есть даже такая, ну, полулегенда, скажем так, я документа не видел, поэтому я скажу аккуратно, полулегенда, что Шульгин послал просьбу, значит, чуть ли не Андропову, когда находился во Владимии, прошу там отслужить за упокой по царской семье убиенной. Ну, и ему сказали, мол, вы тут идите в церковь, ставьте свечки за кого хотите, а что беспокоить-то больших людей. То есть этот момент почему важен? Он здесь действительно был некой такой темной меткой, некой занозой. То есть Шульгин всю жизнь вспоминал, что не просто Николай отрёкся, а его жену, детей всех убили. И, кстати, в фильме «Перед судом истории» у Шульгина была идея как-то этот момент немножко в виде эфемизма такого, в виде какой-то двусмысленности озвучить. Вот я хочу рассказать вам сказку про колдуна, про погибших дочерей и так далее, и так далее. То есть он хотел там замаскировать весьма прозрачно под этими колдунами, девочками, вполне реальную трагедию в Екатеринбурге, но, естественно, ему ничего это не дали делать, потому что цензура тоже работала. И, между прочим, это тоже тема на книгу, как снимали фильм «Перед судом истории». Об этом Филипп Бабков в своей книге «КГБ и Кремль» обмолвился чуть-чуть в воспоминаниях, но тот, который потом у Гусинского работал в определенный период. И, соответственно, в воспоминаниях он обмолвился, что, говорит, я с Шульгинем когда встречался, он, говорит, просто от нами издевался, книжка доступна, может посмотреть ее, и Шульгин постоянно подчеркивал, вот я так сделал в фильме, как я хотел, то есть вы не смогли меня использовать в пропаганде. А что это значит? Это значит, что не так были ошибочные мысли тех, кто говорил, фильм выпустили, показали в нескольких кинотеатрах по своим, а потом сразу сняли с проката на десятилетие. И вот когда у нас вышла в 2010 году книга «Тюрем над Исей и Василия Шульгина», буквально там через неделю или через несколько дней по каналу «Культура» показали два фильма. Первый фильм «Шульгин Эрмлер «Красное и белое», соответственно, о режиссере этого фильма «Перед судом истории», а второй фильм, ну, наверное, впервые, если не ошибусь, по телевидению российскому показали полностью вот этот фильм «Перед судом истории». То есть мы в какой-то степени спровоцировали, в хорошем смысле, вот этот интерес к Шульгину. Я, кстати, уверен, книга вышла, опять появятся новые какие-то ссылки, новые работы, новые исследования. То есть я очень надеюсь, что эта книжка войдет в научный оборот и получит резонанс. И вот еще раз возвращаясь к вашему вопросу, конечно, на мой взгляд, это отречение. Болевая точка всей жизни Шульгина. Спасибо. Еще вопросы, друзья? Пожалуйста. Алексей, юрист, вот такой вопрос. У меня есть книга ЖЗЛ про Шульгина. Насколько она достоверна и полна в данном случае? Спасибо за вопрос. У меня есть эта книжка с автографом Рыбаса. Я просто ее не стал уж в книжный магазин с книжки не пойдешь. А там написано примерно так, Александр Витальевич с признастью за помощь и так далее, и так далее. Значит, это книга, написанная в жанре исторической биографии. То есть, это не монография, это, в общем-то, книга, скорее, такая научно-популярная. И что мне в ней понравилось? Понравилось, безусловно, мне в ней то, что в книге огромное количество ссылок. Хороший научный аппарат. Если вы посмотрите, там есть ссылки вот на нашу публикацию на теоремию на Одессея Шульгина, на работы Шульгина. Это очень хорошо, потому что в сей же Зел иногда берешь книгу, я сейчас не помню, кажется, о Луначарском или еще о ком-то из советских деятелей. Там вообще не было справочного аппарата. То есть, просто вот есть некий текст, а в конце непонятно, откуда что взято, откуда цитаты. Здесь, безусловным плюсом книги Рыбаса является то, что можно проверить, взять источник, посмотреть. Есть там некоторые ошибки, мелкие. Я не хочу кидать камешек ни в чай город, потому что у меня тоже есть опечатки. Но не у всех, наверное, есть пишущих. Кто не пишет, тот не может описаться. И, соответственно, обратите внимание, когда вы придете, просто об этом рассказываю, кстати, автору я тоже где-то сказал об этом. Там есть фотография, единственная фотография, которую я на тот момент видел, может, сейчас и другие будут публиковаться, если найдут. Шульгин на фронте в Первую мировую войну. Там стоит группа людей, и там в группе людей стоит Шульгин. Так вот, если мы возьмем книгу 90-го года, изданную издательством «Новости», там тоже есть эта фотография. Но что любопытно, вот мы берем книгу, изданную в 90-м году, видим, там Шульгин стоит в заднем ряду, и он плохо получился. Когда делали на вклейке для книги Рыбаса Шульгина, его отфотошопили и затерли как раз Шульгина. В результате вот снимок 90-го года, вот он там стоит, значит, в этой фуражке в заднем ряду, вот книжка Шульгина, вот фотография, на ней Шульгина нет. То есть, вот такие вот мелкие вещи есть, да, здесь был Шульгин, плюс там есть некоторые моменты, когда автору просто не хватает материала, вот что-то очень хорошо прописано до 17-го года, и 17-й год хорошо прописан, а потом идет гражданская война, а ведь это еще не было издано. Опять же, есть каждая книга при вращении знаний, и соответственно, что мы видим? Мы видим в книге о Шульгине большой блок, посвященный генералу Кутепову. А почему? Потому что у Робеса выходила книжка про Кутепову, то есть у него есть этот материал, он берет этот материал. Соответственно, там, где идет Столыпин, у него выходила книжка про Столыпину, он берет материал, связанный со Столыпином, то есть, в принципе, это авторское право. И с точки зрения выхода книги в ЖЗЛ, я могу только приветствовать, опять же, от одного из известных деятелей, публицистов одной из газет литературных, он говорит, Александр Ильич, вы как в ЖЗЛ будете выпускать про Шульгина? Я говорю, у меня материала нет. Ну, говорит, ладно, тогда, говорит, вот есть другой автор, потому что они уже поняли, что надо в ЖЗЛ что-то такое актуальное, политическое о Шульгине сделать, ну и актуально историческое. Соответственно, предложение поступило, я говорю, нет, у меня материала нет, и я не жалею, потому что книгу о Шульгине можно писать всю жизнь. Я, конечно, не хочу это делать, надо все-таки рано или поздно это написать, но вместе с тем, когда я все-таки выду на написание, я надеюсь, книги о биографии Шульгина, вот это, несомненно, будет использоваться. То есть, каждая новая книга, включая и книгу Рыбаса, включая книги, которые здесь перед вами, включая те воспоминания, которые почти каждый год появляются в интернете, новые люди пишут из Америки, у них же потомки в Америке, они, кстати, там живы до сих пор, и это вообще очень интересно, те, кто с ними общался, они много любопытно рассказывали о том, как династия Шульгина там продолжается. Вот это все есть некое приращение знаний. И понятно, что рано или поздно, наверное, надо это как-то обобщить, но вместе с тем, чем больше выходит книг, включая и книгу Рыбаса, тем лучше. Опять же, насколько я знаю, там ведь в заголовке сказано «Судьба русского националиста», по-моему. Вот первая книга в Жизеэл, которая посвящена вот так вот человеку, который прямо идентифицировал себя как русский националист. Не Слаена Филда, не там консерваторы, а победоносцы, они тоже выпустили книгу, а именно вот как сторонник русского национализма. В хорошем смысле слова. Спасибо. Еще вопрос у нас. Добрый вечер, Александр Витальевич, меня зовут Сорокин Илья, студент четвертого курса, у меня даже два вопроса. Вы сегодня много раз подчеркивали, какое красивое издательство у этой книги, у меня такой вот вопрос, будет ли под этим издательством опубликовано 1920 год? Вы уже сказали, что оно есть в другом издательстве. А он уже вышел. Ну, а именно вот в этом издательстве. Зачем он переиздать, он вышел в 16-м году. Вот книжка стоит, там 20-й год впервые откомментированный, и там же три столицы, которая в Посеве вышла, да, в 16-м году в Посеве, и уже это сам, там тираж 800 штук. Часть тиража уже зашлась, поэтому он 20-й год, он вышел, кстати, там тоже очень много и комментариев пришлось дополнительно делать. Я знаком видел, да. И второй вопрос, вы, наверное, знакомы с такой фигурой, как Анатолий Алексеевич Клопов? – Лично нет. – Ну, лично понятно. Но есть ли какие-то свидетельства, с которыми вам приходилось работать, которые бы свидетельствовали нам о общении, вот, Василия Витальевича и Анатолия Алексеевича Клопова? – Вы знаете, у меня таких свидетельств нет. Но, опять же, не все связи Шульгина, не все общение прослежено. То есть это иногда очень любопытно, вот какая-то информация появляется и о прошлом, и о... Ну, вот здесь, опять же, мелькают всякие мистики, да, мы видим на фотографиях и прочее, и прочее. Вот здесь это тоже отдельно тема. Та же самая цыганка, которая Шульгину нагадала, что его сын жив, ее там, мол, посетил какое-то видение, надо ехать в Россию. Это же тоже целый отдельный сюжет. Вот здесь он, кстати, затрагивается немножечко, это опять очень любопытно. И потом смотришь иногда в интернете, не все и не всегда вот это вот общение с Шульгиным как-то обозначали. Например, упомянутого мной Михайлова маленькая статейка выходила всего-навсего, кажется, в какой-то газете, даже не воспоминай, просто вот как мы ездили к Шульгину, воспоминания небольшие. Поэтому, если брать вот этот круг общения, вы знаете, это, между прочим, очень хорошую мысль подали. Это же ведь целая книга, может быть вокруг Шульгина. Вот в свое время Фетисенко написал в Петербурге вокруг Леонтьева. Там не столько философ Леонтьев, сколько там его вот эти вот многочисленные оппоненты, знакомые, друзья, критики. И здесь, по сути, можно вот отдельную книгу или отдельную тему круг общения Шульгина сделать. Причем взять, допустим, от периода до революционного и продлить в том числе до таких людей, как тот же там Глазунов, Михайлов, Жуков и так далее, и так далее, Солженицын, Яковлев и так далее, и так далее. В родине выходили очень интересные, кстати, воспоминания, посвященные Шульгину, тоже одного из людей, с которым он общался, в Аганте выходила, проклятием заклейменной, как там барышня с мужем к Шульгину ездили. То есть это тоже очень интересная тема. Понятно, что не все это афишируют. Кстати, коллеги, хотел бы рекомендовать, правда, тираж там вообще штук сто, Шульгинские чтения во Владимире. Интереснейший сборник, выходил несколько лет назад. И там, вот в этом сборнике, они собрали воспоминания тех, кто с Шульгиным общался. Там и Касаткина актриса, и Коншин, и кого только нет. То есть это вот действительно срез уже последних лет общения. По сути, им удалось это сделать, и, кстати, в Горховце вот в 16-м году были Шульгинские чтения, во Владимире тоже проходят, правда, очень непериодично те же Шульгинские чтения. То есть, в принципе, постепенно, вот некая такая мозаика складывается, возможно, удастся выйти и на ту тему, которую вы затронули. Спасибо, что вы обозначили. Во всяком случае, я вот на память зарубку сделаю, постараюсь посмотреть, если будет возможность. Спасибо. Спасибо огромное, дамы и господа. Официальная часть нашего мероприятия подходит к концу, но у каждого из вас появляется возможность еще и подойти и взять автографы наших уважаемых гостей. Спасибо огромное за возможность личной встречи, за ваше уникальное, считаю, издание. Всем спасибо, кто принял участие в нашем мероприятии. До новых встреч в Библиоглобусе. Спасибо.